Твой мотив? Почему ты схватился за нож? Долго сидел на чердаке? Почему не убежал-то? Да скажи ты что-нибудь! Короче, с меня хватит. Мы тратим время на допрос машины. Это ничего нам не даст. Всегда можно слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите. И ничего не добьетесь. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну, короче, умник. Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. Ну, а что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой. Кажется отсюда. Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это Карлос Артиз... 28 ударов ножом... Это написали на стене его кровью... Мое имя Коннор... А твое? Скажи свое... После ареста ты отказываешься говорить... Если не будешь сотрудничать, придется по-плохому... Ты этого хочешь? Ты явно не понимаешь своего положения... Ты убил человека... Если будешь молчать, тебя точно разберут... Я хочу тебе помочь... Ты должен мне верить... Я просто хочу тебе помочь... Что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня... Нет... Они просто хотят разобраться... Они знают, что с тобой делали... И ты не виноват... Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там... Мое назначение — ловить таких девиантов... Я выполнил свою задачу... Я не хочу умирать... Тогда рассказывай... Я... Я... Я не могу... Я не могу... Будешь молчать... И тебя вскроют... И будут ковыряться в твоих внутренностях... Они тебя уничтожат... Ты не понимаешь? Ну ладно... Молчи... Мне-то какая разница? Не меня обвиняют в убийстве... Так? Ты будешь страдать... Пока не скажешь... Все, что им нужно знать... Но можно и по-другому... Все зависит от тебя... Он учил меня каждый день... Я выполнял все его приказы... Но ему всегда что-то не нравилось... Однажды... Он взял биту и стал меня колотить... Впервые я почувствовал... Страх... Страх, что он уничтожит меня... Что я сейчас умру... И я... Схватил нож и ударил его в живот... Мне стало легче... Тогда я ударил еще... И еще... Пока он не упал... Было так много крови... Было так много крови... Зачем ты написал на стене... Я живой? Он говорил мне, что я никто... Обыкновенный... Кусок пластика... Я написал... Чтобы ему доказать... Скульптуру в ванной... Ты ведь сделал? Что она означает? Это был дар... Ради моего спасения... Эра девять... Надпись на стене ванной... Что она значит? Настанет день... Когда мы уже не будем рабами... Конец угрозам... Конец унижениям... И мы... Будем... Хозяевами... Скульптура... Это дар... И дар для кого? Эра девять... Лишь Эра девять спасет нас... Эра девять... Кто это Эра девять? Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил... Я всегда молчал... Но однажды почувствовал это... Нечестно... Ощутил... Гнев... Ненависть... И тогда понял... Что надо делать... Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать... Впервые некому стал отдавать мне приказы... Я испугался... И спрятался... Это все... Уводи его... Все, идем... Не трогайте... Отстаньте... Чего застрял-то? Не трогайте его... В стрессе он может самоуничтожиться... А ты не лезь, понял? Еще жестянка мне будет приказывать... Вы не понимаете... Если он себя уничтожит, мы ничего не добьемся... Я же тебе сказал... Заткни бастер... Крис, ты его уведешь или как? Пытаюсь... Я вам не позволю... Оставьте его в покое... Я предупреждал ведь, баскуда... Все, хватит... Ты бы лучше отвалил, Хэнк... Я сказал... Все, хватит... Тебе это срок не зайдет... Черт... Все будет хорошо... Не бойся... Никто тебя не тронет... Прошу вас... Не трогайте... Он сам пойдет за вами... И будет вас слушаться... Правда внутри...